Какую нишу выбрать на Валберес, если ты заходишь всего со 100 тысячами рублей? В этом видео расскажу тебе подробно и покажу тебе прям три товара вместе с их юнит-экономикой. Бери и заказывай сейчас. Давай начинать. Меня зовут Рома Райт. На этом канале я рассказываю про маркетплейсы. Поехали. На ВБ, в отличие от Озона, всем правит одежда. И одежда занимает невероятную лидерскую позицию в плане продаж. Как летом, так зимой и вообще всегда. В отличие от Озона и Яндекс.Маркета, где правит электроника, и по ходу это разделение будет абсолютно всегда. И на ВБ на одежде действительно зарабатывает огромное количество людей. Но у нас же с тобой бюджет 100 тысяч рублей, поэтому я взял для тебя специально и посчитал одну футболку, которая находится на первых местах по рекламной позиции. Возможно, это будет супер предзатый анализ, но мы как бы и не претендуем. Просто для примера, для того, чтобы тебе показать, как сейчас обстоят дела с продажей одежды. И почему, на мой взгляд, если у тебя всего 100 тысяч рублей, не нужно туда заходить. Я часто это твержу, но твержу видео про Озон, а здесь мы с тобой это зафиксируем, когда будем говорить про Вайлберес. И для этого я посчитал для тебя юнит экономику по футболке. Давай мы посмотрим, что у нас здесь есть. И тут важно уточнить, я прям скостил ей все, что можно. То есть, чтобы ты понимал, я поставил 0% на рекламу по футболке. Ну, потому что она никак не получалась в плюс. И тут нужно уточнить условия моего анализа. Я взял товар с ВБ, нашел один в один в Китае. Да, конечно, поставщик, вероятнее всего, покупает его немного дешевле, либо что-то еще. Плюс футболку очень сложно найти в Китае, чтобы она была один в один. Потому что многие делают сами, многие Турцию используют и так далее. Но мне получилось. И тут мне пришлось, чтобы тебе хоть, ну, не настолько плачевные цифры показать, умрать вообще рекламу. Ну, допустим, у нас ее нету. Но в одежде еще гигантский процент отказов. 50% людей от тех, кто закажет, заберут этот товар себе и ты получишь за него деньги. А остальные 50% отправят тебе его назад на так называемые покатушки. И все это будет просто тратить твои деньги. И поэтому очень важно подходить к товару внимательно. Иначе ты будешь вот с такими вот показателями. 8% маржинальности, 18% роек. И это на самом деле приблизительно похоже к тому, что есть в одежде. Условно говоря, вот мы с тобой вложили уже в этот товар 100 тысяч рублей. И получим мы чистыми 18 тысяч. Не если все пойдет так. Но ни на одном маркетплейсе никогда все не идет так, как нужно. И тут наверняка многие селлеров из тех, кто уже заходили на Wildberries, пробовали настраивать внутреннюю рекламу. И очень быстро ее отключали, потому что она просто не окупалась. Маркетпапа это сервис по управлению внутренней рекламой. С помощью него вы сможете увеличить конверсию на своей карточке, оптимизировать SEO, а также сэкономить на рекламе Wildberries до 50% благодаря автоматическому управлению ставками от сервиса. А также если ты зарегистрируешься по ссылке в описании, то ты получишь 3 дня бесплатно для того, чтобы ты мог протестировать сервис. Регистрируйся в описании, а мы с тобой пойдем по видео дальше. Но что нам с тобой искать? Вот в какие категории нам с тобой заходить? Если мы понимаем, что одежда, ну это как минимум не для тех, у кого всего 100 тысяч рублей. А мы тут с тобой пришли с очень ограниченным бюджетом. И поэтому нам важно сократить любые риски на то, что у нас не получится. Хотя, конечно же, как и с любым делом, мы как бы подвержены этим самым рискам. Но давай мы определимся. Что для начала, просто не заходи в попсовые категории, вот то, о чем тебе все говорят, чехлы на iPhone, одежда, что-то еще, не нужно. Потому что просто это будет для тебя, возможно, фатальной ошибкой. Потому что там окупаемости инвестиций меньше, и твои 100 тысяч быстро закончатся, а потом куда дальше инвестировать? Не особо понятно. Помимо этого, ищи товары с большой окупаемостью. Ну вот, стандартные истины, я часто их говорю на этом канале. И также, в идеале, ищи простые товары. Чтобы был по минимуму процент брака, чтобы был нормальный рейтинг, чтобы не было покатушек туда-сюда. И вот эти три правила дадут тебе возможность найти тот товар, благодаря которому ты сможешь заработать, возможно, с первого месяца того, как ты выйдешь с ним на Валберес. Но, я же тебе обещал показать здесь такие товары, и мы сейчас будем плавно переходить именно к ним. И давай мы сразу начнем с первого. Вот такие вот форсунки для стеклоомывателя. Особенно зацени инфографику, это вообще лучшее, что может быть. Вот эта инфографика зарабатывает 102 тысячи рублей оборота. У них out of stock, и поэтому на самом деле было бы, ну, минимум 130 тысяч. 130 тысяч они делают вот на этом товаре. 1300 заказов, кстати, отзывов не так много, товар абсолютно новый. И даже вот несмотря на весь этот ужас, они сделали такое. Давай мы попробуем с тобой устроить квест. Напиши в комментариях, как ты думаешь, какая маржинальность у этого товара и роя. А мы с тобой попробуем посмотреть теперь это все в самом 1688, откуда я им брал все эти товары. Мы точно уверены, что этот товар один в один. Продается он здесь за одну штуку при заказе от 100 штук. Мы с тобой сэкономим, и стоимость будет 1,2 юаня. А теперь давай переходить сразу к моим подсчетам. И давай мы посмотрим его показатель. Надо уточнить, реклама у меня стоит 10% для Валберис. Ну, опять же, там, даже если мы ее увеличим, то ты сейчас поймешь, что ничего сильного не изменится. И, соответственно, просчитав все расходы, которые у тебя будут на Валберис, с запасом, с расходами на ЧП и так далее, мы с тобой получаем следующую статистику. 35% маржинальность товара и 233% роя. Вот смотри, мы прямо сегодня с тобой покупаем партию на месяц. Это 350 штук, чтобы товар у нас точно не закончился. И потратим мы с тобой всего 21 800 рублей. Но заработаем с них 50 000 рублей. И это ли не круто? Ты тут уже видишь следующие товары и их эффективность. И давай мы не будем томить, и сразу перейдем к следующему. А следующий у нас на очереди. Вот такая вот сетка для мойки. Я был очень удивлен. 200 000 оборота, 136 отзывов, что так же фигня, товар практически полностью новый. Мы можем это в том числе понять, потому что было всего там чуть больше 1000 заказов. И 600 из них были за последний месяц. Эффект неожиданности мы с тобой здесь потеряли. Но давай мы найдем ее все-таки в Китае. Для того, чтобы я мог подтверждать свои слова. И вот мы видим, пожалуйста. Если купим от 1200, но мы здесь, конечно же, такое не считали. А считали нормально. 36 юаня. Если купим от двух штук, будет стоить вот такая сетка. Она на самом деле достаточно тяжелая. Весит 168 грамм. И, конечно же, это все я заранее посчитал вместе со всеми логистиками. И получились также следующие показатели. 25% маржа, 119 встроя. И здесь-то на самом деле, если мы с тобой сейчас поставим примерно одинаковые расходы на эти самые товары. Давай я прям вот специально попытаюсь для тебя это сделать. Здесь мы потратим примерно одинаковое количество денег. И вот почему окупаемость инвестиций очень важна. Смотри. Если я вложу сейчас 22 тысячи рублей в эту сетку, то я получу 26 тысяч. Это тоже очень много. На всякий случай уточню. Но есть товары уникальные. Товары, с которых ты можешь заработать в разы больше. И такие вот форсунки, которые мы с тобой смотрели в первый раз. Соответственно, если мы в них вложим 21 тысячу, получим 50 тысяч. И да, еще раз уточняю. Все идет не так идеально всегда. И реклама может составить там, ну, к примеру, ужасные 20% мы потратим на рекламу. И даже в таком случае мы будем супер прибыльным по всем абсолютно товарам. И в этом и логика, почему тебе на старте с твоим бюджетом нужно искать именно такие. Потому что нужно просчитать риски. Нужно быть уверенным, что если тебе придется скинуть стоимость, то будет хотя бы с чего скидывать. И вот только тогда у тебя будет вероятность зайти на Marketplace успешно. А для того, чтобы научиться самостоятельно находить такие товары, а не просто думать о том, что может залететь, что нет, приходи на мой курс по Озон. Да, вот такая вот интеграция курса по Озон внутри Wildberries. Но алгоритм товаров никак не отличается. А Озон не менее хорошая площадка для того, чтобы начать твои продажи. Поэтому там я расскажу тебе весь алгоритм того, как искать тревары самостоятельно, как найти те самые товары, которые я тебе показываю вот с такой вот окупаемостью в этом видео. Дополнительно ты получишь все мои таблицы по юнит-экономике, по тому, как просчитывать рекламу, но на Озон, по тому, как пользоваться нейросетями для Marketplace и еще много-много всего. Да, большинство советов подойдут именно под Озон. И, конечно же, курс под него заточен. Но если ты на текущий момент выбираешь Marketplace или уже продаешь на Wildberries, но не исключаешь варианты выхода на Озон, то этот курс поможет тебе одновременно закрыть свои вопросы по тому, как искать товары на всех Marketplace. Как правильно создавать и заполнять карточки, и это будет знание, доступное тебе ко всем Marketplace сразу. Дополнительно ты поймешь хотя бы примерные алгоритмы того, как работает конверсия, как правильно ее повышать, как правильно считывать аналитику, и это в целом тоже везде похоже. А это поможет тебе не только стартовать успешно на Озон, но и даст возможность находить отличнейшие товары под любой Marketplace. Ссылка на обучение в описании, сейчас доступна максимальная скидка, совсем скоро будем повышать, получишь доступ к закрытому чату учеников, доступ к обучению на 75 дней, и я лично буду проверять у тебя все домашки, в том числе и те самые товары, которые ты будешь находить во время обучения и думать, стоит ли тебе заказать или нет, для того, чтобы еще сильнее снизить твои риски на то, что ты ошибешься, у тебя будет не тот товар и так далее. Увидимся на обучении, и давай продолжать дальше наше видео. И если мы будем говорить про третий товар, мы уже знаем его маржинальность в идеальном формате, это будет 26% маржинальности, и ROI будет 118. Тут также мы то, что вложили, то примерно еще плюсом, приумножим, то есть 2x вложили 30 тысяч, получится 60 суммарно. Да, тоже неплохо, и давай посмотрим, что это конкретно. Вот такой вот держатель для душа продается на ВБ на 128 тысяч рублей, 2300 заказов, отзывов у него уже побольше, конкуренции побольше, но это, кстати, вообще ничего не значит. Я выходил на Валберес, ничего не зная о рекламе недели две назад. Вначале я все слил в рекламе, как это со многими работает, пока делал тесты и все остальное, а потом случилось неведомое, точнее сейчас. Я выходил с двумя товарами. Один из узкой, не конкурентной ниши, поэтому не будем говорить такой конкретно, а второй петличный микрофон. И там у всех тоже было огромное количество отзывов, там по 5-10 тысяч, и для меня раньше казалось, что только на Озон можно конкурировать с товарами без отзывов, с товарами с отзывами. И по итогу у нас микрофон как-то начал вот сейчас продаваться, и график начал выглядеть, не знаю, как, какую сторону для тебя. Но, грубо говоря, график ползет вверх, начиная с парапродаж, ну и сейчас их уже немного больше. Именно поэтому это вообще не показатель, как я сейчас понимаю, даже на Валбере в том числе. И дальше мы видим следующее, то, что на самом деле и ценник у него был более стабильный, и все остальное в целом у этого товара тоже огонь. Плюс, опять же, инфографики все остальное, но самые базовые, и это нормально. Здесь есть куда расширяться, здесь есть куча модификаций и всего остального, вот так вот они могут выглядеть. Но мы с тобой искали конкретный, 4.35 юаня его стоимость, и вот такая маржинальность у него получается, как мы с тобой обсуждали. Все эти три товара можно хоть сейчас забирать и продавать в своем магазине. И обычно, очень часто, каждый раз, когда я тебе показываю здесь какие-то товары, когда я их ищу, а ищу я их сам, как правило, я каждый раз пока ищу, думаю, блин, ну нет, ну вот это в видео не будем, это себе заберем. Здесь тоже были такие товары, как ты понимаешь, один из них был в форсунке, но я уже его как-то показывал в видео, просто на другую машину. И в целом, я хочу рассказать тебе еще о том, почему не стоит заказывать товары, которые ты будешь видеть в видео. У меня не очень большой канал, и тем более ПВБ это видео посмотрит в лучшем случае тысячу человек, но даже при этом что-то может поменяться. То есть лучше всего, когда ты самостоятельно осваиваешь алгоритм поиска, при котором у тебя все начинает работать, тогда ты и товар лучше знаешь, и как с ними работать, и все остальное. Я тебе могу привести пример, у нас есть целых два магазина на Озон, дубли наших один в один. То есть и товары один в один, и один индивид даже название взял один в один, и все остальное. Но почему-то продажи у нашего магазина есть, а у него нет. И у него нет практически ни на одном товаре. И в этом и логика, потому что влияет не только то, что ты взял, скопировал товар, влияет то, как ты его изучил, как ты изучал категории, и все остальное. Вот это то, что тебе важно знать. Если хочешь узнавать больше о том, как подбирать товары, как торговать на маркетплейсах и всем остальном, то подписывайся на мой Телеграм-канал по ссылке в описании и по подсказке на экране. Там я каждый день рассказываю об этом подробно. А также подписывайся на этот канал в Ютубе. Тут каждый день выходят новости про маркетплейсы. А мы с тобой увидимся уже завтра в новом видео. Пока что обязательно посмотри вот это. Пока.